Париж, 1952 год Смертельно больной Иван Бунин, уже практически не вставая с постели, продолжает трудиться Работает над собранием сочинений, приводит в порядок рукописи, редактирует воспоминания Однажды в руки ему попадает вышедшая в СССР книга «Чехов. Воспоминаниях современников» Бунин с интересом погружается в нее и вскоре приходит в негодование Брехня Немного успокоившись, Иван Алексеевич задумался А не написать ли ему в таком случае собственную, правдивую книгу воспоминаний о Чехове? Ну да, кому ж как не ему? В своих мемуарах Иван Алексеевич беспощаден в оценках Маяковский у него халуйская бездарность, Набоков мошенник А Блок и вовсе мерзавец И только для Чехова Бунин нашел совсем другие слова Впервые они встретились в Москве 12 ноября 1895 года Но заочно к этому времени были уже знакомы 20-летний Бунин написал Чехову «Вы самый любимый мной из современных писателей И так как я слыхал, что вы простой и хороший человек, то выбор мой пал на вас Ответьте мне, ради Бога, могу ли когда-нибудь прислать вам два или три моих рассказа И прочтете ли вы их когда-нибудь от нечего делать, чтобы сообщить мне несколько ваших заключений?» Чехов тогда время нашел И, можно сказать, благословил начинающего писателя на литературный труд И уж точно Бунин представить себе не мог Что еще через 4 года в Ялте, случайно встретив его на улице Антон Палыч запросто пригласит молодого писателя в гости За эти 4 года многое изменилось в жизни каждого из них Чехов продал свое имение в Мелехове И теперь осваивал дачу в Крыму Работает над текстом трех сестер И он влюблен в актрису Московского художественного театра Ольгу Книпер Между ними завязалась бурная переписка Роман пока эпистолярный А еще Антон Палыч нехорошо болен Уже шла у него горлом кровь И поправиться все никак не удается Потому и сидит в Ялте Врачи рекомендовали, как лучшее лекарство, целебный крымский воздух Бунин за эти годы стал активнее публиковаться Перевел на русский песнь о Гайавате Генри Лонгфелла Перевод имел успех Женился С юной женой своей, Анной Цакни Они совсем разные Даже на свадьбе, сразу после венчания Бунин заговорился с тестем Они вместе пошли домой А молодая жена, растерянная и обиженная Шла из церкви одна Через год, в 1900-м Иван Алексеевич снова в Ялте Его жизненные обстоятельства Еще более непростые Брак с Анной Окончательно развалился Чувств нет Без чувств нельзя жить И это при том, что супруга Бунина ждала ребенка Николай Бунин родится в августе 1900 года Бунин старший будет навещать сына при каждой возможности И потеряет мальчика через пять лет Он умрет от скарлатины А у Чехова, напротив, все чудесно В Ялту приехал с гастролями художественный театр Дают чайку, дядю Ваню Сплошные аншлаги Московский художественный театр и Ялта были связаны Именно здесь Немирович Данченко задумал театр И именно сюда театр в апреле 1900 года приехал на свои первые гастроли Как только объявления о спектаклях появились в газетах Все билеты были распроданы Благодаря Чехову Бунин легко влился в звездную компанию И, кажется, забыл на время о собственных бедах Дом Чехова наполнен людьми Шумом, смехом Бунин блистает Его шутки вызывают взрывы хохота А когда он читает чеховские рассказы Все в восторге Особенно автор Вечный праздник в чеховском доме Длится целых две недели Чехов совершенно счастлив Бунин, когда приезжал, Антон Павлович говорил Так, молодой человек Значит, пораньше Вот завтра как можно пораньше ко мне И вот мы там поговорим Кажется, это Станиславский вспоминал Говорит, никто, как Иван Алексеевич, не мог так смешить Чехова Если в компании Бунин, Чехов хохочет Он здоров, он жизнерадостен и так далее Он даже писал, Антон Павлович Книпер Приехал Бунин, бывает у меня каждый день Я хорошо А потом Бунин уехал Грустно, мне плохо и так далее Ну, убедительно вас прошу Господин Маркиз Букишон Если вам будет скучно со старым забытым писателем Посидите с Машей С мамашей, которая влюблена в вас Будем говорить о литературе Букишоном он стал называть меня Потому что в какой-то газете он увидал портрет какого-то маркиза Который был на меня похож После утреннего кофе они частенько сидели в кабинете Могли молчать, но чаще разговаривали Редко о серьезном, больше смеялись То выискивают в газетах забавные сюжеты для будущих рассказов То вовсю хохочут над критиками Постойте, а как это про вас Короленко написал? Это не Короленко, а Златовратский Про один из моих первых рассказов Он написал, что этот рассказ Сделал бы честь и более крупному таланту Да, страшно вспомнить, что обо мне писали Иногда гуляли Чехов, как правило, скоро уставал Но неизменно пребывал в отличном настроении И не упускал случая подшутить над окружающим Проходим мимо балкона За парусиной которого свет и силуэты женщин И вдруг он очень громко говорит А вы слышали? Какой ужас! Бунина убили в аутке у одной татарки Я останавливаюсь от изумления А он быстро шепчет Молчите! Завтра вся Ялта будет говорить об убийстве Бунина Рада Бунину и Мария Павловна Отношения у них складываются вполне дружеские А может быть даже слегка романтические Ему 30, ей 37 Бунин с Марией Павловной часто предпринимают Длительные поездки по окрестностям Много разговаривают Бунину очень нравится беседовать с умной Машей Вот уж что для него непривычно В представительнице противоположного пола Брату он пишет про сестру Чехова Редкая девушка Иван Алексеевич ухаживал за Марией Павловной Ну так, чисто, ну как сказать Скорее даже из того, что она была сестра Антона Павловича Потому что все-таки как-то вот Чтобы, ну, быть поближе к Антону Павловичу, к его семье Нежная забота, искреннее участие и долгие разговоры с Марией Павловной Стали для его измученной души весьма эффективным лекарством А вот с деньгами у него тогда была катастрофа Часто из Ялты приходят отчаянные послания старшему брату Бунина Юлию К Христа ради, немедленно вышли 10 рублей У меня две копейки и не на что даже письма никуда послать Тут дивно, но я просто в отчаянии Догадываясь о безденежье собрата Пуперу Чехов, к тому времени человек весьма обеспеченный Пытается деликатно помочь Бунину Однажды Чехова и Бунин поехали в Гурзов У Бунина, очевидно, были какие-то деньги в тот момент И он пытался заплатить в ресторане На что Чехов, смеясь, ответил Мы с Машей выставим вам счет И правда, счет выставил Счет к господину Букишону Переднее место у извозчика Пять рублей Пять бучков а-ля фам о натюрель Один рубль пятьдесят копеек Полторы бутылки вина Экурасек Два рубля семьдесят пять копеек Четыре рюмки водки Один рубль двадцать копеек Один филей Два рубля Два шашлыка из барашка Два рубля Два барашка Два рубля Салат торбушон Один рубль Кофей Два рубля Прочие Одиннадцать рублей Итого Двадцать семь рублей Семьдесят пять копеек С почтением Антон и Мария Чеховы Домовладельцы Счет выставил Но денег, разумеется, не взял Помогая младшему товарищу Чехов предельно деликатен Настаивает, к примеру, всякий раз на том, чтобы стесненный в средствах Бунин Жил у них И уверяет, что это прежде всего жизненно необходимо самим домовладельцам Чехова И Бунин верит Антон Павлович хоть дом был свой Все-таки жизнь была тоже такая полосатая Но все-таки Благодаря в основном театру, конечно Ставили спектакли Вот эти вот гонорарные отчисления ему постоянно шли С каждого спектакля Он, естественно Ну как? Нельзя назвать богатым его человеком Ну, конечно По сравнению с действительно Богатыми людьми Но, скажем так, он имел деньги Но не был накопителем У Бунина, как он, знаете, горько так шутил У меня за всю свою жизнь Собственность была только одна Чемодан У него были деньги Он их тратил А вот эти периоды, когда они у него были И за всю его 83-летнюю жизнь Был это всего раз-два и обчелся Две пушкинские премии по 500 рублей Значит, Нобелевская премия Ну, это самый крупный, так сказать Такая премия в жизни Бунина Самая, так сказать, большая Денежная И он вот в издательстве Товарища Маркса Когда продал полное собрание с ченей Тоже там он приличную сумму Естественно получил Все Зарабатывать литературой Да еще и разбогатеть на этом Чехов, конечно, в этом отношении Едва ли не исключение Но и расходует Антон Палыч Заработанные капиталы Весьма достойно Когда Антон Павлович Приезжал в Мелихово То к нему сразу выстраивались очереди Очереди больных Которые хотели лечения И Антон Павлович помогал им Если надо, покупал лекарства Так было и в Ялте К нему обращались местные жители Другие больные Которые приезжали в Ялту На лечение Конечно, чаще всего От тяжелой болезни туберкулеза Ну и от других болезней Принимал, естественно, бесплатно Его уже умолили Антон Павлович Ну невозможно Ну что же вы Принимаете бесплатно Лекарства даете бесплатно Ну что вы хотите Ну кто ко мне идет Вы видите Крестьяне там все Ну откуда у них там Какие мне деньги На свои средства Он построил 4 школы Не дай бог Чтобы журналисты узнали Что растрезвонит Это Чехов построил Ни в коем случае Потихонечку Марья Павловна преподавала Она учительница была Гимназическая Вот И Четыре школы Лев Толстой Кажется, одну построил Также Антон Павлович Написал Возвание О помощи Туберкулезным больным Собрал много денег Сам внес Значительную сумму 5 тысяч рублей На создание Санатория для туберкулезных Неимущих больных Которую называли Яузлар А позже Именем Чехова Когда через много лет Иван Бунин Первым из русских литераторов Получит Нобелевскую премию Большую ее часть Он попросту раздаст Почти две тысячи просьб Придет на его адрес И Бунин не откажет никому Хотя И самому Эти деньги Отнюдь бы не помешали Старость Бунин Встретят Практически Нищим Но как он мог Поступить по-другому Имея перед глазами Пример Чехова Антон Палыч Был со мной Сдержанно нежен Приветлив Заботился как старший Но никогда не давал Почувствовать свое превосходство Постепенно я все более Узнавал его жизнь Начал отдавать себе отчет Какой у него разнообразный Жизненный опыт И стал понимать Что я перед ним Мальчишка Щенок Вы много пишете? Мало Напрасно Надо, знаете ли, Работать Не покладая рук Всю жизнь Перестаньте быть дилетантом Сделайтесь Хоть немного Мастеровым Это очень скверно Как я должен был писать Из-за куска хлеба Но в некоторой мере Обязательно Надо быть мастеровым А не ждать все время Вдохновения В Крыму Бунин начинает работать Много и продуктивно И не только в Ялте Для творческого уединения Чехов предоставляет В его полное распоряжение Свою дачу в Гурзуфе Куда кроме Бунина Допущены лишь Члены семьи Такие стимулирующие Условия Дают свои плоды У Бунина Здесь рождаются Новые рассказы В том числе Сосны Которые Чехов Очень хвалит Небольшой рассказ Сюжет Похороны Сотского метрофана И вот в этом рассказе Финал Напоминает Даму с собачкой Небо мягко затуманилось Чем-то белым И обещало Долгую тихую погоду Отдаленный Чуть слышный Гул сосен Сдержанно и немолчно Говорил И говорила О какой-то вечной Величавой жизни Здесь мы вспоминаем Конечно Чехова Даму с собачкой Написанной в 1899 году То есть оба рассказа Бунина И туман и сосны Носят явственные следы Влияния Чехова Чеховской поэтики Но у Бунина Была своя Она шла В первую очередь От его громадного Поэтического опыта От того, что Бунин Был прирожденный поэт А Чехов прирожденный драматург Да и вообще Жизнь рядом с Чеховым Делает Бунина Более организованным Собранным Здесь принято Вставать рано И Бунин Следуя примеру хозяев Тоже поднимается Чуть свет Не принято носить Домашнюю одежду Антон Палыч Всегда одет с иголочки Приходится соответствовать Но эти строгости Как ни странно Не стесняют гостя Чеховы Бунина Искренне любят И мама И сестра И, конечно, сам Антон Палыч Иван Алексеевич Оказывается для него Лучшим лекарем У Чеховых я как родной Теперь я здоров Здесь Бунин Который, к счастью, У меня бывает Каждый день Они разные во всем были По происхождению Чехов был мещанин Бунин дворянин Они были Разные как писатели Очень разные Но при этом Вот у них было Какое-то вот это Духовное родство Которое их Очень объединяло И это Объединение было Даже тогда Когда Чехов был Например, за границей А Бунин 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 был в России Переписка шла Довольно активно Что вы обо мне будете писать В своих воспоминаниях? Это вы будете обо мне писать Вы переживете меня Да вы мне в дети годитесь Все равно В вас народная кровь А в вас дворянская Уверяю вас уже без шуток Это гораздо лучше Мужики и купцы Страшно быстро вырождаются Несмотря на дворянское происхождение Бунин холебнул тяжкого труда В полной мере Семья была так бедна Что Ивана выгнали из гимназии За неуплату Он все же получил образование Домашнее Его учителем стал старший брат А потом был ранний уход из дома И любая работа ради куска хлеба Корректором Курьером Оперным обозревателем Несильно это, кстати, отличалось От юности Чехова Который, чтобы выучиться на врача Вынужден был бегать по частным урокам А по ночам строчить смешные рассказики В журналы Может быть, с тех самых пор Выработалось у него Исключительно серьезное отношение К литературному труду Антон Павлович Иногда вынимал из стола Свою записную книжку И, подняв лицо и блестя стеклами пенсне Мотал ею в воздухе Ровно сто сюжетов Да, мил здарь Не вам, молодым чьи-то Работники Хотите? Парочку продам В каком-то там дате Чеховой памяти Решили провести вот среди писателей Такую анкету И один из вопросов был такой Насколько сильно было влияние Чеховой И было ли вообще на вас На это Бунин ответил так Для меня ориентир Самый главный Это Лев Толстой Лев Толстой И для Чехова И для Бунина Это был Мэтр литературы Совершенно непревзойденный Гениальный талант И так далее И так далее Наши рассказы Романы Пьесы Это все Детское творчество По сравнению с его работами Дивная фотография Она довольно известная Сид Толстой За столом А рядом сидит В плетенном кресле Чехов И Толстой с таким пальцем Ему что-то доказывает А Чехов смотрит в пол Немножечко улыбается И на его лице видно Что он не согласен Он молчит Он не возражает Но он не согласен Однажды Антон Павлович Битый час Решал В каких штанах Поехать к Толстому Все выходил из спальни То в одних То в других Нет Эти неприлично узки Подумая щелкопер И шел надевать другие И опять выходил смеясь А эти Шириной Черное море Подумает Нахал Ну он поехал И как врач Наверное Тоже Проведать его Ну вот Хотите Приезжайте вечером И я все расскажу Ну естественно Вечером Все собрались И вот Чехов Рассказывает Он мне подозвал И на ухо Сказал мне Дон Павлович А зачем вы пишете пьесы Ну плохие пьесы Шекспир плохо писал А вы еще хуже И он смеясь Рассказывал это Буни Вы представляете С Шекспиром Сравнил В юности Будучи влюбленным В Толстого Как в художника Бунин Даже какое-то время Жил в колонии Толстовцев Но окончательно Опроститься Отговорил его Сам Лев Николаевич Да и природная ирония Удерживала Ивана Алексеевича От фанатичного Следования Любому учению Несмотря на Безграничное уважение К Толстому Бунин все же считал Что Анну Каренину Хорошо бы Подсократить И вообще Местами переделать Эх Вот бы Толстого Обскакать Потребности Обскакать Чехова Иван Алексеевич Никогда не испытывал Пожалуй Это еще одна Причина Их столь Душевной дружбы Критики боятся Высказывать Обо мне мнение Стараются Найти Кому я подражаю Случается Что во мне Находят Чеховское настроение Ах Как это глупо Мы похожи С вами Как Борзая На протяжение На протяжении Всей жизни Бунина Особенно До революции Критики Всегда его пытались Уложить на какую-то Полочку И Бунин Это даже уже Забавляло И он пишет В одном письме Своему другу Ну вот Я написал Новый рассказ Сейчас он выйдет Опять Задам Критику Работу Придется Им опять Перекладывать Меня на другую Полочку То есть Понимаете Они пытались Ах Вот он Последний Тургенев Вот он Здесь А нет Вот он Чех Вот он Здесь Ой нет Знаете Он другой Он там Ближе К Толстому И вот Они его Туда Сюда Или навешивали Какие-то Ярлыки А это Бунин Понимаете Именно Он Такого Не было Ни у кого Уникальность Бунина Признавали И его Коллеги По цеху Подчас Правда В весьма Эксцентричной Форме В 1913 Году Бунин Некоторое Время Жил на Острове Капри В это же Время Туда Приехал Входивший В моду Писатель Леонид Андреев Он Вошел В мою Комнату Солнечным Ранним Утром Держа В руке Стакан Полный Белым Вином И вдруг Весь Ошатнулся Безумно Глядя На Меня Что Такое Что С тобой Ты Сбрил Свою Бородку Ну Знаешь Это Замечательно С Бородой Ты Козел Обыкновенный А Без Бороды Ты Козел Не Обыкновенный Декадентов Бунин Терпеть Не Мог И они С Чеховым В этом Плане Тоже Очень Понимали Друг Друг Какое Удивительное Скопление Нездоровых Ненормальных В той Или Иной Форме Чахоточная И совсем Недаром Писавшая От мужского Имени Гиппиус Одержимы Манией Величия Брюсов Какие Они Декаденты Они Здоровенные Мужики Их бы В арестантские Роты Отдать И ноги У них Вовсе Не Бледные А такие Же Как у Всех Волосатые О, Закрой Свои Бледные Ноги Конечно Как им Было Обоим Не Веселиться Над этим Однострочным Перлом Валерия Брюсова Если Внимательно Вникнуть И Погрузиться В текст Бунина Мы там Найдем Там все Там есть И символизм Там есть И натурализм Там Чего только Нет Вот из этих Измов Которые были На рубеже веков Там почти Все есть И Чехов Чувствовал То новое Что приносит В литературу Это мутное Казалось бы Волна Иначе Сам не Создал бы Принципиально Новой Драматургии Невероятно Но факт Премьера Чайки В Александринке Провалилась Этому Способствовало То обстоятельство Что в этот День Зрители Ждали Бенефиса Комедийной Актрисы Елизаветы Левкеевой Плюс Широкая Публика Знала Чехова Преимущественно По юмористическим Рассказам Зрители Пришли На комедию И ожидали Соответствующего А в итоге Свистели Топали И уходили Из зала Чехов Сбежал Из театра Даже не дождавшись Конца спектакля По счастью Провал Чайки Не повлиял На любовь Зрителей К Чехову Его Иванов С успехом Шел В театре Корша Да и Чайка Поставленная Уже В Московском Художественном театре Собирала Полные залы Станиславский Игравший Треплева Даже удивлялся Я же ничего Не делаю А публика Хвалит Публика Хвалила А вот Бунин Чеховских Пьес Не одобрял Да Бунин Не любил Драматургию Чехова Не любил Но Из всей Драматургии Чехова Он выделял Чайку Он прям Чайка Единственная Понимаете Вот он говорил Например О драматургии Чехова Зачем он писал Из быта Дворян Он их не знал А Бунин Дворянин Будучи Дворянин Он знал Все Он знал И крестьянский быт И мещанский быт И дворянский быт Ну скажем так В отличие от Антона Павловича Вам не следует Писать пьесы Из дворянской жизни Я рос именно В оскудевшем Дворянском гнезде Ничего чудесного Не было И нет В вишневых деревьях Совсем некрасивых Как известно Корявых С мелкой листвой Совсем невероятно К тому же Что Лопахин Приказал рубить Эти доходные деревья С таким Глупым нетерпением Очевидно Лишь за тем Чтобы Дать возможность Зрителям Услыхать Стук топоров Воочию Увидеть Гибель Дворянской жизни А Фирсу Сказать под занавес Человека Забыли Милый Жан Укрой Свои бледные ноги Например Вот К Вишневому саду Будин говорит Ну как Что Бараневская Перед этим Холопом плакала Этого быть не может Ну не может быть Дворянка Просто Те не могла Позволить Это неправда Это неправда Этого быть не может Она может рыдать В душе Но она Бровью не поведет Эти гигантские Вишневые Бумажные Белые цветы Которые заглядывают В открытые окна Вот Они гигантские Ну как вишня цветет Мы же знаем Маленькие цветочки Ну вот И поэтому Вот эта искусственность Естественно Его отталкивала Вишневый сад Стал для чехова Драматурга Лебединой песней Состояние Антона Палыча В период написания пьесы Все хуже Он то и дело Откладывает работу Потому что Элементарно Нет сил И может быть Он бы и вовсе Не закончил бы работу Над ней Если б не Ольга Книпер Хочу жениться Только Непременно на немке Почему именно На немке? Она умываться будет Так что И за ушами И шея Везде будет чисто И не будет Развешивать Сушить на веревке Свои бумазейные штаны У меня в кабинете Случилось это Неожиданно Я оставила брата В Москве Совершенно больным 25 мая Получаем телеграмму Что венчается Дорогой Иван Алексеевич Завтра я уезжаю В Ялту Куда и прошу Написать мне Поздравление С законным браком Ну, милая моя Олечка Тебе только одной Удалось окрутить Моего брата Судьба пришла И кончена Неожиданная телеграмма Конечно Встревожила нас Особенно мать Она все металась Из стороны в сторону Плакала сильно Теперь она уже Успокоилась И даже, кажется Примирилась с тем Что ее Антоша Женат Ну, там все были в ужасе И уж в семье И Бунин в ужасе был Потому что Он обожал Антона Павловича Он видел Недаром он написал Чехов каждый У Чехова каждый год Менялось лицо Когда он умер? Сколько ему было лет? 43 года И, конечно Он очень был болен И все И когда вот он уже Можно сказать Конец жизни Он узнал, что Это же опять нервы Это опять переживания Какие-то И все Ну, вроде вскоре Поехал на кумыс Лечиться Ну, как Немножечко он успокоился Ну, конечно Он эту женитьбу Не принял Так вот Не то, что восторжен А вообще как-то Вот он Немножечко Не понимал Этого шага Чехова Не понимал Я, конечно Знал о романе Но не был уверен Что дело Кончится браком Я был в приятельских отношениях С Ольгой Леонардовной И понимал Что она Совершенно из другой среды Чеховы Понимал Что Маре Палне Нелегко будет Когда хозяйкой Станет она Возникнут тяжелые отношения Между сестрой Женой И все это Будет отзываться На здоровье Антона Палыча Который, конечно Как в таких случаях Бывает Будет остро Пострадать То за то То за другую А то и за обеих Вместе Чехов в Ялте А Ольга Леонардовна В Москве Роли Репетиции Банкеты Эпистолярный роман Плавно Перерастал В эпистолярный брак Чехов говорил Что ему нужна Такая жена Которая бы Как луна Появлялась На его небосклоне Не каждый день И он нашел Такую луну Ольга Леонардовна Не бросала сцену По желанию Антона Павловича Он не хотел Чтобы она Постоянно жила С ним В Ялте Он хотел Чтобы она работала Видел рядом С собой Состоявшуюся Умную женщину Которая бы Развивалась Работала И была его Луной Ольга Книпер Разумеется Играла Раневскую Став Книпер Чеховой Актриса Не сомневалась Теперь все Ее роли Будут только Главными На сцене И в жизни Бунина Это откровенно Раздражало Ежедневно По вечерам Я заходил К Чехову Часа в четыре А иногда И совсем Под утро Возвращалась Ольга Леонардовна Пахнущая Вином И духами Что же Ты не спишь Дусе Тебе Вредно А вы тут Еще Букишончик Ну конечно Он с вами Не скучал Я быстро Вставал И прощался Была ли В его жизни Хоть одна Большая Любовь Думаю Что нет Нет Была Авилова А была Лидия Авилова Но Чеховеды Очень многие Это отрицают Вот она Все выдумала Но Вот Этот маленький Очень сюжет Просто я Хочу его Закольцевать Дело в том Что когда Бунин Он всю жизнь После смерти Чехова Он хотел написать Книгу о нем И он всю жизнь Думал об этом Собирал материал И настолько Внимательно И тщательно К этому относился Что в конце концов Он ее не закончил Мы знаем Только то Что издала Вера Николаевна Уже после его кончины Собрав эти материалы Но когда он работал Еще при жизни Над своей книгой Он наконец прочел Опубликованные Воспоминания Авиловой И когда он их прочел Теперь Говорит Все понял И я очень доверяю Словам Бунина Знаете почему? Потому что Бунин Их всех прекрасно знал Он был знаком С Авиловой Тоже многие годы Там и Бывал у них дома И так далее И так далее Встречался и в Москве То есть Это не шапочное Было знакомство Естественно Он прекрасно знал Чехова То есть он знал Знал и остальных И этих актрис И Лику Мизину Уш Книпер Тем более То есть он знал Всех участников Этой истории Авилова У них действительно Ну как минимум Была очень близкая Духовная дружба Это вот как минимум Но Чехов Ни ее-то не намекал Никогда Он Бунин Ушел Насколько они были близки Но нет При жизни Никогда не намекал А вот после Понимаете Мозаика у него сложилась До публикации Этих воспоминаний Ни один биограф Чехова Лидию Авилову Даже не упоминал Мало ли Молодых писательниц Спросили советы У корифея Авилова В глазах биографов Была всего лишь Таким вот Молодым дарованием Однако Сама Авилова Рассказывает Пронзительную историю Любви На полутонах На полунамеках Из этих Полутонов В частности Складывается Впечатление Что рассказ Чехова О любви Именно Авиловой И посвящен И вот Столько лет Прошло Я вся Седая Старая Тяжело жить Надоело И я уже Не живу Но все больше Люблю Одиночество Тишину И мечту А мечта Это А П И в ней Мы оба Молодые И мы Вместе В этой тетради Я пыталась Распутать Очень запутанный Моток Шелка Решить Один вопрос Любили ли мы Оба Он Я Я Я не могу Распутать Этого Клубка Я поехал Верхом В село На почту Взял там Газеты И письма Был Жаркий И сон На степной День Я Развернул Газету И вдруг Точно Ледяная Бритва Полоснула По сердцу В июле 1904 После возвращения Из Ницы Бунин узнал Чехова Больше нет Вот он Как вошел Его душу Чехов Он на всю жизнь Остался с ним На всю жизнь Почему он Всю жизнь Хотел написать О нем книгу И собирал Постепенно Материалы Это Вот даже Этот факт Говорит о том Что он Эту мысль Никогда не оставлял И будучи в эмиграции И здесь Например Если брать Дореволюционный период То он участвовал Во всех Вечерах Которые проводились В память В честь Чехова Или выступал С его С воспоминания о нем Просто читал рассказы А Бунину передайте Чтоб Писал больше Из него Большой писатель Выйдет Я не правый И не левый Но я был Есть И буду Непреклонным врагом Всего глупого Злого Лживого Бесчестного Откуда бы оно Не исходило За два часа До смерти Ивана Алексеевича Жена По его просьбе Читала Бунину Письма Чехова Есть Большие Собаки И есть Маленькие Собаки Но Маленькие Не должны Смущаться Существованием Больших Все Обязаны Лаять И лаять Тем голосом Какой Господь Бог дал Субтитры Субтитры